У нас был назначен тур. Пандемия очень помешала. Договора, которые были заключены, расторгнуты. Закрыли все, что вообще происходит в этом мире. Мария Кожанкулова, мама 18-летнего Федора, 13-летнего Елисея и 2-летней Марьяны. Директор оперного певца из Москвы. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле, а также выясним, как пандемия изменила российский шоу-бизнес. Я мать и в семье, и в работе. На данный момент трое. Вот сейчас ждем четвертого. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Потом я закончила училище как дирижер хора. Потом я закончила театральную академию уже как актер музыкального театра. И на протяжении всех этих лет, конечно, я изучала музыку, занималась музыкой. Поэтому я что-то могу им подсказать. Когда меня спрашивают, не жалею ли я о том, что я больше не играю на сцене, я говорю нет. Артисты, люди подневольные, очень часто бывает психологическое давление на артистов. Я не могу работать в такой обстановке, поэтому когда ты сам себе начальник, и ты испытал вот этот кайф, не тобой руководят, а ты руководишь. В этом я лично нашла гораздо больше удовлетворения. У мамы с папой есть проект «Неоклассик». И мама – генеральный директор папы. Она и жена, и начальник папы. Сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы о нем узнали как можно больше слушателей. Работаем над организацией концертов, туров. Сегодня у нас такое достаточно сумбурное и активное утро, потому что очень много дел. Вечером концерт в другом городе, в Петербурге, поэтому мы должны все быстренько собрать. Мы должны сесть на поезд и еще как следует отработать. Я училась на курс раньше и ушла в декрет. Родила первого своего ребенка. А Дима в это время поступил. Он был студентом. Ну и, соответственно, когда я вышла из декрета, мы в театре встретились и познакомились. Сразу было понятно, что он человек неординарный, что он очень многое может достигнуть. Так раз сразу я подумала, из него можно что-то сделать хорошее. Поверила в него. Дмитрий Янковский — это оперный певец. Он солист театра «Геликон-Опера». И он работает, у него трудовая книжка, все в театре. Основной финансовый доход, он, конечно, у нас идет от проекта. «Неоклассик» — это музыкальный проект, который ставит эксперименты. Это соединение шедевров классической музыки или академического звучания с современными музыкальными направлениями. У нас был до этого проект совместно с другими еще солистами. Дружеский круг, собрались и начали давать концерты. Мы попытались как-то вот с Димой взять инициативу на себя. Я устроила большую презентацию этому проекту, пресс-конференции, там были телевидение и журналисты. И когда мы начали брать инициативу на себя, это не всем понравилось. Каждый считал, что кто-то не должен быть выше кого-то, кто-то не должен больше получать. Мы решили, что для того, чтобы все-таки развиваться, для того, чтобы продвигаться, нужно отделяться. До 2013 года я стала заниматься больше именно продвижением проекта. Мы привели несколько концертов прямо на крупных площадках, то есть это уже были тысячники. Стали лауреатами премии NCA — лучший кроссовер проекта Петербурга. И приз нам вручала группа «Дива». Конечно, нам пандемия очень помешала, прям очень сильно. Когда все закрылось, в общем, стало как-то все печально и грустно. У нас начался ремонт в квартире, и мы поняли, что как-то все сложно. Здесь очень много, что уже есть, а также много чего еще нет. Не доделаны плинтуса, потому что у нас еще не было мебели, и мы не знали, где будут конкретные плинтуса. Не доделаны фасады у корпусной мебели. Везде валяются эти вещи, ты не можешь там найти, что тебе надо. Все это как-то склад. Пока нет ощущения, что мы приехали. Сегодня в Петербурге мы даем концерт в концертном зале Яни Кирик. Мы поедем практически всем составом. Ну, только старший у нас. Федор, он уже как бы отпочковался. Он уже не живет с нами, у него своя как бы ячейка. У нас на данный момент небольшие концерты. То есть мы до пандемии организовывали там концерты уже на тысячу мест, большие залы. Сейчас мы взяли, соответственно, небольшие площадки. Проблема была в том, что закрыли все. У нас был назначен тур, на самом деле, на апрель. Несмотря на договора, которые были заключены, вся наша деятельность, она просто закрылась. Мы купили буквально до пандемии машину моей мечты. Большая, огромная машина с белым салоном, с панорамной крышей. Я ее очень любила, но пришла пандемия. Вот, пришлось продать нашу любимую машину. И от этого как бы становилось страшновато, что ты просто не понимаешь, что делать дальше. Что вообще происходит в этом мире и насколько это все страшно. Вот эта вот неизвестность, она была самая такая тяжелая. Приходится идти на риски и просто надеяться на лучшее. Когда мы в Петербурге, мы дома. Потому что мы сами из Петербурга. И я, и Дима там родились. У нас там родители. Этот концерт, он уникальный именно тем, что мы нашу программу показываем в акустике. Площадка у нас, такая культовая в Петербурге. Это кирха, я не кирик. Это католическая церковь. Обычно я прихожу раньше всех на площадку, договариваюсь со службами. Мы обсуждаем с ними какие-то технические вещи. С художником по свету мы выстраиваем какие-то световые точки, пятна. Она понимает все подводные камни, все нюансы. И с ней всем приятно иметь дело и сотрудничать, потому что они понимают, что перед ними профессионал, который знает свой продукт досконально. Нам очень повезло, потому что у нас есть возможность, когда мы приезжаем в Петербург, оставлять наших детей с бабушкой. Она с удовольствием берет на себя эту функцию. Мы считаем, что дети это вообще не проблема. Просим там посидеть старших братьев, благо у нас старшему уже 19-й год. В мире существует очень популярное направление классику «Круссовер». «Круссовер» от слова «перекресток». Начали двигаться вот в этом направлении. Наша целевая – это женщины, конечно, в первую очередь. Мыслящие, умные, интеллектуальные, очень интересующиеся искусством, чем-то новым, мюзиклами, постановками. Максим Белоусов – эксперт в области маркетинга, психологии и поведения клиента. Спикер «Скиллбокс» из Колкова. Работал над рекламными компаниями «Блэк Стар» и «Банка ВТБ». В разных городах разной степени жесткости этих ограничений. В некоторых городах приходилось даже снимать там несколько залов, чтобы людей рассаживать со социальной дистанции. Не все организаторы могут на это пойти, это большие сдержки. Поэтому большинство игроков ушло в онлайн, онлайн программ, какие-то там уж марафоны, курсы. Тут есть и плюсы, и минусы. Минусы в том, что на данное ограничение наложили большое количество проблем на индустрию и смели 80% игроков с рынка. Плюсы в том, что те, кто сейчас зайдут на этот рынок, они могут собрать все сливки. По сути, рынок пустой сейчас. Тут надо взвешивать все риски. То есть понимать, что мероприятия могут отменить за день. Могут вести какие-то коронавирусные мероприятия, типа как QR-код. Если вы действительно хотите провести мероприятие, просто чтобы у вас была подушка безопасности. И просто просчитать все риски финансовые и не финансовые. Предупредить людей, например, когда вы продаете билеты, что мероприятие дата может поменяться. Не мелким шрифтом где-то там на билете, а нормальным письмом, либо обращением в видео. Скажет, что вот мы живем в нынешнее время. Отнеситесь с пониманием. Вы, конечно же, можете сдать билеты, но может перенестись. Пожалуйста, не сдавайте билеты, мы обязательно проведем это мероприятие. Но непонятно пока в какую дату и на какой площадке. Если полностью отменяется мероприятие, дать людям что-то. Компания Синергия выдавала доступ к обучающим своим материалам онлайн. То есть можно найти эквивалент ценности, чтобы клиент был доволен в любом случае. Вот об этих вещах подумать. Не то, что типа вот давайте сделаем и до конца идем. Ну, это позиция такая, как бы не очень. Я, конечно, вот мать. Когда мы куда-то выезжаем, моя первая забота, чтобы было всем удобно, комфортно, чтобы всех накормили обязательно. У меня бывший административный функционал. То есть я занимаюсь документами, бухгалтерией в стадии каких-то переговоров тоже я веду в основном. И, соответственно, организации уже каких-то поездок. Все вот эти вот какие-то пиар-акции, там, презентации этим занималась я. В течение нескольких первых лет мы с Димой занимались всем вдвоем. Начиная там от ведения нашей группы в соцсетях и заканчивая организацией концертов, продажей билетов. Вплоть до того, чтобы мы сами там что-то писали руками, какие-то пригласительные или что-то такое. Сейчас уже есть очень большая команда. Я сейчас в таком положении, что не могу тратить все свое время на это. Приходится искать людей, которые бы могли делать это сами. Сейчас мы понимаем, что народ еще не очень рвется куда-то вот в массу, то есть побаивается. Пандемия, она отразилась, конечно, очень сильно на всей деятельности. Проведила очень сильно весь и шоу-бизнес, и ивент-бизнес. 40% из всех организаторов, с которыми мы работали, они просто сказали, ой, ребята, извините, мы уже вообще в другой профессии, мы не работаем. Остались, конечно, самые крупные игроки, которые смогли просто удержаться на плаву. Я просто закончила курсы переквалификации здесь, в Москве, в РУДН до этого по специальности реклама и пиар как раз. Ну и, в общем, в полной мере начала эти свои навыки, в общем, на этом проекте реализовывать. У нас уже есть база, по которой мы просто рассылаем приглашение или какую-то информацию. Мы обязательно обзваниваем наших дружественных журналистов, приглашаем их на концерты. Каких-то там сумасшедших продаж это, конечно, не дало. Вот, это, ну, в первую очередь, какая-то имиджевая история. С ивент-индустрией ничего не произойдет. Да, она трансформируется, да, она как-то, возможно, там, в силу определенных ограничений, связанных с коронавирусной ситуацией, будет меньше людей, рассадка будет определена, не знаю, какие-то там защитные, там, на маске, там, не знаю, дезинфекция. В любом случае люди будут продолжать ходить, потому что никто не отменит живой коммуникации. То есть это самое лучшее, что может быть для восприятия человека информацией. Люди, когда приходят на мероприятие, получают вот эту энергию, заряд и моделируют то, что происходит, как бы, ну, на сцене, да, условно. Поэтому от этого, ну, в любом случае мы никогда не уйдем. Есть пять основных потребностей, там, еда, секс, сон, безопасность, комфорт. А есть пять высших потребностей, да, там, психологические поглаживания, статус, важность, партнер любовный, да, и так далее, духовность. Вот эти мотивации, они же остаются. Просто трансформируются способы донесения, инструменты донесения данных эмоций, да. Соответственно, ивент-индустрия, она тоже закрывает определенные мотивы, определенные эмоции. Просто поменяется инструмент. Тут важно понять, что есть, как бы, три основные потребности у людей. Функциональные, эмоциональные и социальные. С функциональными понятно, то есть это то, что можно пощупать, да. Нужно понять еще, какие потребности эмоциональные и социальные вы можете закрыть у клиента, чтобы той же самой ивент-индустрией заниматься. То есть то, что людям важно. Началось все двигаться, к счастью. Ну и вот наполнение зала там уже 75%. Потому что когда было 25%, мы не могли себе позволить сделать концерт. Мы не могли бы аренду даже заплатить. Сейчас вот очень много, да, ушло в онлайн, ушло очень много в интернет. И мы проводим трансляции в нашей группе. Новые зрители появляются самым лучшим образом. Это сарафанное радио. Когда человек сходил на концерт, он получил впечатление. И он хочет поделиться этим восторгом со своими близкими. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромный плюс, самый, наверное, важный, который перекрывает все остальное, это то, что когда твоя половинка не просто тебя поддерживает, а она еще принимает активное участие в реализации каких-то задуманных идей, планов. Как сохранить баланс? Наверное, все-таки нужно искать партнера, который отзывается тебе, ну, какими-то твоими внутренними там устоями. У нас не возникает проблем из-за того, что мы, например, все время проводим вместе. Время. Или мы обсуждаем все время какие-то моменты рабочие. У нас все и радости, и печали все в одном месте. Не знаю, как-то вот... Наверное, кому-то это сложно, кому-то нужно какой-то свежий воздух, не знаю, выйти там и чем-то своим заняться. Но у нас, по крайней мере, до сих пор вот нету каких-то таких вот с этим проблем. Она может сидеть с ним часами и просто разговаривать. И причем они общаются очень искренне. В этом есть свои плюсы, потому что, ну, как ты там, да, какому-то начальнику своему выскажешь, ты там такой-сякой. Вот. А тут как бы можешь высказать, выпустить пар. А еще это выгодно. Потому что, например, если бы у папы был какой-нибудь чужой человек, ему бы, скорее всего, пришлось бы платить за его работу, за работу директора, чтобы он приносил ему доход. Вот. А вот маму удобно, ей не надо платить. Маша мотивирует. Она мать проекта, мать нашей семьи. То есть она не дает расслабляться. То есть в то же время она как бы не постоянно заставляет напрягаться. Мокрый, мокрый. Мокрый, если кто есть, мокрый. У нас радостное большое событие, что мы собрались всей семьей, потому что к нам приехал Федя нас поддержать. Когда какие-то такие серьезные моменты, он обязательно приезжает, он поддерживает нас. Сегодня мы отмечаем это событие. С самого раннего детства я в этой движухе актерской, киношной, концертной. Все это как бы изнутри знал. Но мне уже тогда приходилось сидеть по нескольких часов с Елисеем. Мы привозили еще родственники, братьев, сестер, друзья со съемок, с концертов. Короче, был нянькой для всех детей. В этом секрет нашей счастливой семьи для жизни. Потому что у нас вот это вот настолько плотное пересечение. Мы настолько вот всегда как-то в теме друг друга. Это в семейной жизни, наверное, самое главное. На протяжении всего существования проекта оно много раз менялось. То есть вот ух ты, вау, какой-то свой проект. До как они надоели все уже со своими концертами. Можно поменьше орать дома, петь. Сейчас интересный проект со своими приколами, в котором у аналогов прям таких нет в России. Надо делать. И делать очень много. И постоянно нужно что-то делать новое, что-то придумывать, следить за какими-то новыми трендами, направлениями. Сейчас главным вопросом на повестке дня стоит организация огромного тура по нашей стране на следующий сезон. И мы все силы бросаем туда. Возможно, что она и останется дома. Дочка будет совсем маленькой. С именем мы еще не определились. Есть несколько вариантов. Василиса, Ярослава. Посмотрим, что будет, как будет. Я надеюсь, что все хорошо будет. Я бы себе пожелала веры. Она у меня есть. Чтобы эта вера не источалась. Потому что, если ты уже сам перестаешь как-то верить в свое детище, в свой проект, то в него уже никто не верит. Поэтому самое главное – это гореть, гореть. Верить, что все получится. И просто делать то, что тебе нравится. Верить. К以前. Верить. Ланин. Лавина. Иериал. Иериал. Субтитры подогнал «Симон»